Приветствую вас, друзья, и черных пакетов вам враги! С каждым днем в сети все чаще появляются видео с использованием украинской реактивной системы залпового огня «Буревей». С помощью данной системы ВСУ на востоке и юге Украины утилизирует оккупантов. Разработкой данной РСЗВ занимался Шепетовский ремонтный завод в 2020-2021 годах. В данной системе используется модернизированная арт-установка от БМ-27 Ураган калибра 220 мм, которая устанавливается на чешское шасси с колесной формулой 8х8 производства компании Татра. При этом максимальная скорость по шоссе составляет не менее 100 км в час. На этом же шасси размещаются машины берегового противокорабельного комплекса «Нептун», получившего свою известность за уничтожение ракетного крейсера «Москва». Первые опытные образцы РСЗО «Буревей» комплектовались обычной кабиной, но впоследствии ее было решено заменить на бронированную, а также заменить полуавтоматическую коробку передач на автоматическую. Для экономии ресурса основного двигателя система имеет дополнительный энергоагрегат мощностью 300 кВт. «Буревей» может использовать все имеющиеся на вооружении реактивные снаряды для РСЗО «Ураган» с максимальной дальностью стрельбы до 35 км, а также новые реактивные снаряды «Тайфун-2» с максимальной дальностью стрельбы до 65 км. РСЗО «Буревей» оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить «Буревей» в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, например, беспилотников, в режиме онлайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения. При создании этой системы были поставлены задачи. Максимальная цифровизация, увеличение дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных. Краще проходит бездорожье, благодаря тому, что тут регулируется клиренс машины. Тут подушка, благодаря тому, что машину поднимает или опускает для проходения дорожек в разные места. Это архебезный захист, в случае какого-то включается фильтра и сюда подается чистая вода. Приборничное обмывание, обмывание и разные режимы обмывания. Советские РСЗО типа Град, Ураган и Смерч размещены на платформах Урал, ЗИЛ и МАЗ, которые были разработаны в 60-70-х годах прошлого столетия и не производятся в Украине. К тому же эти платформы морально и физически устарели. Они неэкономны и неэргономичны, а их кабины не имеют бронирования. Поэтому было принято решение о создании своей РСЗО с учетом всех этих требований. Тут управление легкое делается, коробка автоматная. Видели какие разницы, что я могу сказать? Это самое, чтобы поревнивать сына и деда. Известно о том, что в СССР получили не менее 16 РСЗО буревей, которые прекрасно справляются с утилизацией оккупантов на нашей земле. Во! Гонь! Продолжение следует...